Кёнигсбергская архитектура сильно перекликается с берлинскими домами. Моравенхоф, как минимум 80 лет назад это было сделано, также называется улицей Тельмана. Это был самый ярый противник Гитлера. На улице Тельмана 32, кстати, находится Почта России. Честно говоря, вот в такую погоду прямо здесь действительно все волшебно, и хочется прямо здесь гулять. Такие домики можно встретить на верхнем. На самом деле ощущение, как будто мы где-то в деревне, а не в центре Калининграда. Советую приехать, самим разобраться, посмотреть. Здесь вообще прям история везде, кругом. Мы находимся сейчас не в Гамбурге, и это памятник Энсту Тельману, который родился в Гамбурге и погиб в Бухенвальде. Это лидер коммунистов Германии. Мы находимся в России, и этот памятник немецкому коммунисту находится здесь, практически в центре Калининграда. И он находится на, по моим сведениям, бывшем месте, где стоял памятник именуилу Канту. Здесь находится вот такой парк, шикарненький парк. Улица, по которой ездят автомобили, также называется улицей Тельмана. Сегодня здесь трамваи не ходят, но, тем не менее, узко калеки остались, и между ними брусчатка выложена. И прямо по центру находилась церковь, старая кирха. Сегодня она не сохранилась. Я постараюсь найти вам старый снимок и подставить под это видео, и затем показать, как это все выглядело. Сохранившееся здание немецкое. И сегодня там находится детская музыкальная школа Гофмана. Музыкальная школа в очень отличном восстановленном состоянии. Развивается российский триколор. И рядышком находится памятник тем, кто освобождал Кёнигсберг от фашистов. И вот здесь имеется братская могила, в которой похоронены рядовые и также офицеры. Вот она в таком приличном состоянии. Гвардия СССР. Напротив как раз-таки музыкальной школы располагаются такие замечательные старые немецкие домики. Но они уже такие потрепанные. Возможно, в советское время, после того, как Кёнигсберг стал Холенинградом, в этих домиках были расселены, как мы помним, писал Булгаков, пролетарии заселялись в буржуазные дома. Моранхоф находился в начале 20 века за пределами центра. И здесь жили богатые люди. Это район Вилл. Здесь очень много зелени. Также можно видеть вот типичное круглое окошко на фасаде здания над балконом. Морауинхоф – это, в принципе, тот же самый район, как Амалинау планировался для того, чтобы богачи из Восточной Пруссии отдыхали здесь. Многие, конечно, приезжали из Берлина, здесь отдыхали. У кого-то в Берлине был бизнес или в Пруссии. За музыкальной школой Гоффмана находится мега крутое старинное здание. Оно в очень хорошем состоянии. Прямо с окружной формы и со шпилем. Обалдеть, красиво. Скорее всего, какое-то муниципальное здание. Немного про Энста Тельмана. Он родился, как я сказал, в Гамбурге. Был депутатом Рейхстага. Это был самый ярый противник Гитлера. И Энст Тельмана провел 11 лет в заключении в одиночной камере. Скорее всего, по личному указу Гитлера, был в 1944 году расстрелян. Да. И вот этот современный постамент, на котором находится его бюст, был сделан скульптором Едуновым и архитектором Насеткиным. Это мы можем видеть вот по этим надписям. Обратите внимание, как старая брусчатка совмещена с асфальтом. Почему-то вот она не ровно по линии, а вот какими-то дугами. И, тем не менее, этой брусчатке, я предполагаю, ну, порядка 100 лет, может быть и больше. Но она до сих пор служит для того, чтобы по ней ездили машины. И по нас с таким интересным узором, волнами. Вся дорога для автомобилей выложена из брусчатки. И, как говорит один таксист, с которым я ехал, он сказал, он очень ругался на эту брусчатку, потому что, ну, прям едешь в машине и все трясется. Ну, все и пассажиры, и все. То есть, там не имеет значения, какой марки автомобиль. Просто все трясется. Ну, не очень приятно ехать. Таксист ругался, плевался и хотел, чтобы эту брусчатку когда-то, наконец-таки, переложили или заасфальтировали эту дорогу. Ну, вот такие нонсенсы. В Калининграде можно встретить дофигища старых люков, но вот это уже новый люк Калининград Гидротехника. Смотрите, над балкончиком типичное округлое окошко, и оно открыто, там что-то проветривается. Старая кёнигсбергская архитектура сильно перекликается с берлинскими домами. Если вы приедете куда-то в Гамбург или тем более во Франкфурт, вы такого просто не увидите, но была большая связь между Кёнигсбергом и Берлином. На этом доме, да, мы не видим круглого окошка, да то есть три маленьких прямоуголья. Многие дома здесь приспособлены под социальные нужды. На улице Тельмана, 32, кстати, находится Почта России. Вот, и сверху такой вот интересный балкончик с самодельным, самобытным таким навесом сделанным. Странным образом здесь не любят маркизы. Вот немцы любят маркизы, чтобы они раздвигались, электрические такие все. Но вот Калининград это еще не дошло, но скоро, наверное, придет тоже. Домик у нас старый немецкий, но вот везде пластик вставлен. Как некоторые историки, экскурсоводы Санкт-Петербурга, очень сильно ругаются, что в старых питерских домах устанавливают стеклопакет. В Берлине вы также встретите очень много пластиковых окон в домах. По-моему, это нормально. Для экстерьера Питера, общего городского облика, конечно, наверное, стеклопакет в старых домах это плохо. Здесь, по этому дому, я скажу, что, по-моему, это даже вполне приемлемо. И можно... Я не такой, как бы, консерватор, который стал бы настаивать на том, чтобы окна были в оригинальном виде, но вот на первом этаже балкончик. И он еще со старыми... со старыми окнами, ну, скорее всего, советского производства. Потому что сверху такой шифер даже выложен. И вот на Тельмана 34 тоже такой волшебный, сказочный домик. Ну, честно говоря, вот в такую погоду прямо здесь действительно все волшебно, и хочется прямо здесь гулять. Домик попался следующий после почты Тельмана 30. Вы никак не додумайтесь, что в нем находится. То есть, как я сказал, во многих домиках, которые начинаются от площади Тельмана, очень много всяких социальных служб. И вот в этом домике старинном, между прочим, обратите внимание, скорее всего, черепица еще оригинальная немецкая. В этом здании, да, находится отделение социальной службы и профилактики социального сиротства. Рядом за спиной проезжает куча автомобилей, от которых стоит очень большой шум. Но, тем не менее, посмотрите, это реально, вот выходишь в этот сад, здесь, я не знаю, в какое-то время дня должно светить солнце, можно поставить шезлонг и загорать. Ну, понятное дело, что это социальный дом, это не частный дом, но где-то есть и частные домики такие. Вот этот дом со стороны улицы Тельмана выглядит как будто советской постройки. Но, тем не менее, я вот зашел за него и увидел вот такой балкончик со входом и, соответственно, крышей над дверью. На нем установлены такие интересные какие-то светильники, лампы. Вот, и, ну, конечно, вот прикиньте, да, вы такие подъезжаете сюда или на карете, если это речь про кино. Здесь у вас брусчаточка, ну, здесь немножко можно декораций, а здесь вы заходите вот в такой дом. Это же, ну, да, табличку мы снимем в библиотеке Музея Советской Книги, если мы снимаем кино про старые времена. Ну, вот, это круто выглядит. Короче, люди, тут на самом деле столько домов этих старых немецких, просто надо приезжать, гулять здесь и наслаждаться вот такой летний солнечный день. Проходитесь, гуляете. Здесь просто нереально. Здесь действительно как в Европе, старой Европе. Ну, я знаю, что в России многие торчат по Европе. Если вам не хватает сегодня Европы, ну, приезжайте вы в Калининград, приезжайте. И рядом, прямо в центре Европы находятся вот такие замечательные домики. Проходя мимо которых, можно мечтать, как вы стоите на этом балкончике или сидите и выпиваете утренний кофе с круассаном. Ну, вот на Тельмана 24, к сожалению, такой заброшенный дом. Явно он под чьим-то присмотром уже, и территория явно будет восстановлена. И дом также восстановлен. Ну, посмотрим лет через пять. На Тельмана здесь просто и сказка, и реальность. Реальность. Все в одном соплетено. И вот напротив находится дом, который кто-то строил. Строил он очень высокий. Я думаю, там порядка пяти этажей с высокими потолками. И тем не менее, дом не достроили. Оставили вот в таком состоянии. Кому-то не хватило средств. Очередной кризис и, как полагается, не дострой. Ну, вот он остался в собственности, и никто его не покупает. А напротив находится объект культурного наследия регионального значения. Дом жилой Тельмана 22, начало 20 века. Памятник. Охраняется государством. Посмотрите. Шикарный дом. Охраняется государством. Проблема в том, что такие дома, которые находятся в государственном владении, ну, их очень тяжело получить в частную собственность. И чтобы вкладывать туда деньги, это не все так просто. Это никто вам не разрешит, чтобы этот дом купить, вложить в него средства, и потом отбивать эти средства. К сожалению, все очень сложно. Этот дом там может находиться под военными. Очень много таких домов в Светлогорске и в Зеленоградске. Так что, ну, вот, к сожалению, так. Ну, будем надеяться, что рано или поздно все-таки найдется хозяин, который сможет вложить в этот дом свои средства, инвестировать и построить новый шикарный домик прямо в центре улицы Тельмана и наслаждаться калининградской жизнью. Я не знаю, что это за стиль, но мне нравится. Скорее всего, вот эти конусные крыши уже были придуманы в настоящее время, но все равно есть какая-то гармония. Есть какая-то гармония в этом всем. Круглое окошко, опять же, над входом. Каждый дом, заметьте, он прямо отличается друг от друга. На Тельмана очень много разных государственных учреждений либо частных учреждений, в которых... А, нет, вы посмотрите на крышу этого дома. Там старая немецкая черепица. Это тоже старый немецкий дом. Обалдеть, обалдеть. Из трубы дерево торчит даже. Из трубы растет дерево. Офигеть, это все очень просто, очень круто. На той стороне продолжается узкая колейка. Она до сих пор сохранилась, но по Тельмана трамваи не ходят. Сегодня они не ходят. Но вот, кстати, водилы, которые там нарушают правила и не хотят в пробках стоять, они постоянно лезут на эти узкоколейки и нарушают ПДД. Офигенный гидрант попался. Вы посмотрите, как он сочетается с брусчаточкой. Красный гидрант. На нем написано еще ста старыми немецкими буквами. Ну, выгравирована старинная надпись. Боб Энд Фройтер Манхайм. Что-то там еще. Ну, блин, ну это просто гениаль. Понятное дело, что он не рабочий, но вот выглядит... Вау! Даже эта штука есть. Старый такой немецкий Volkswagen. Старый люк остался. Да здесь куда не ступишь, здесь прям везде история. Это просто великолепно. И мы поворачиваемся и сразу находимся... Ну, да, напротив кофе с собой. Но, тем не менее, это улица Тельмана. Все с той же старой немецкой брусчаткой. Если вы еще думаете, что я где-то путешествую по Европе... Нет! Я в центре Калининграда. Все так же в центре Калининграда. И это... Новодел! Напротив узкоколейка, о которой говорил... Недобропорядочные автолюбители ставят таким образом автомобили, полагая, что так можно делать. Но на самом деле городские власти могли бы и улучшить ситуацию. Вместо этой узкоколеки, которая не используется, проложить, сделать автостоянку. Вот. Ну, в общем, мы заканчиваем нашу экскурсию по Тельмана. Приезжайте в Калининград. Я вам немного покажу еще верхнего озера. Прям шикарного. Вот здесь можно цвести, сидеть и цвести самому. Загорать и кататься на лодочке в том числе. По моим впечатлениям, верхнее озеро намного-намного красивее, чем нижнее озеро. Но там тоже есть своя специфика, свое очарование. Это верхнеозерная улица, которая находится на верхнем пруду. И это типичный вот такой немецкий домик. Данная птичка на доме – это знак масонов. И, предположительно, вот здесь, на верхнем озере, а вы понимаете, что вокруг нижнего и верхнего озер виллы были очень-очень богатых людей, потому что здесь ближе к воде, как всегда. И вот на этом доме имеется символ птицы. Это означает, что этот дом был построен масоном. Вот. То есть не то, что здесь было в этом доме масонское общество, но то, что вот масон жил в этом доме. И он его построил. Здесь я быстро подсниму. Местная молодежь покупает кофе, сидит в кафе, которое раньше называлось «Летучий голландец». Вот. Здесь написано «Летучий голландец». Вероятно, здесь раньше было просто вот старое немецкое заведение. Ну, это возможно. Я не знаю, честно говоря. Ну, вот как бы оно вот… Какие-то надписи страны. Ну, это понятно. В советское время было под какое-то такое кафе. Переделано с такими вот архитектурами. Короче, блин, я бы на самом деле вернулся в Советский Союз и побывал, хотел бы побывать в Калининграде. Мне кажется, здесь была какая-то… Ну, вот именно сейчас вот с моим мировосприятием, с современным мировосприятием, я бы хотел попасть в тот советский Калининград и посмотреть, как это все выглядело тогда. Очередная старая немецкая решетка, на которой написано «Юнион Гизырай». Солнце пошло на закат. Можно видеть, как отражаются новые дома. Из-за листвы их не видно, но зато видно отражение. И вот такая лодочка в виде машины. Пара отдыхает. Кстати, небольшая реклама. Если вы хотели бы узнать, какая стоимость недвижа в Калининграде на Верхнеозерной, можете позвонить по телефону 422-886. Продается дом, либо квартира в доме. Это вы можете уточнить во время звонка. Ну да, на доме придется антенку немного заменить, а так в целом в хорошем, солидном состоянии. Все так немного, конечно, выглядит не аутентично по-немецки, но вот можно жить прям с видом, с видом вот сюда. Блин, я бы хотел, но подписывайтесь на канал, больше лайков и тогда, может быть, я смогу сюда переехать. Субтитры сделал DimaTorzok